Приветствую вас! Это обзор коллекционных фигурок на моем канале. И сегодня будет небольшой обзор, потому что небольшая фигурка из серии Фанка Поп. Компания Фанка сейчас просто бомбардирует мир такими фигурками. Это такие забавные головастики по практически любому фильму, сериалу, комиксу, мультфильму. В общем, огромный широкий ассортимент подобных фигурок. Они сделаны достаточно детализированно, забавно. Это классные, недорогие, маленькие, очень прикольные фигурки. К сожалению, в России они мало представлены и в основном на специализированных сайтах, которые продают коллекционные фигурки. Плюс цена их за границей, они в районе 10 долларов стоят, а у нас же, естественно, из-за курса, плюс стоимость пересылки и еще какой-то навар-магазин должен себе получить также. Поэтому их цена растет. Но цена растет и на другие фигурки, поэтому все равно они недорогие относительно больших коллекционных фигурок. Но, опять же, здесь особый шарм. Эти большие и милые головастики покоряют своим необычным внешним видом и отличным качеством для этой ценовой категории. Как вы видите, здесь фигурка Харли Куин из игры Arkham Asylum. И, как мы видим, сзади, например, также другие фигурки есть, тоже в таком же стиле выполнены по Бэтмену. Как видите, Бэтмен, Джокер, также вот Харли Куин, она же и есть, Ядовитый Плющ и Киллер Крок. Фигурки имеют довольно забавный внешний вид. Есть разные варианты Джокеров, есть также разные варианты, насколько я знаю, Харли Куин. Какое-то безумное количество, по-моему, вариантов Бэтмена. Ну, и как минимум их несколько есть. Они там перевыпускаются, выпускаются новые для, опять же, потребителя, потому что сейчас это популярно, ну и они как бы не сидят на месте, понимают, что спрос есть и дают предложения. То есть, такие производят фигурки. Я знаю, что многие хранят фигурки Фанка Поп именно вот в таком даже виде коробки, потому что этот дисплей, это действительно классная коробка. Смотрите, тут такой позитивный, яркий арт. Сзади ещё любимые персонажи. Здесь у нас прозрачный пластиковый вот этот элемент. И сама фигурка видна. У нас всё же задача распаковать и посмотреть, что внутри. Хотя всё видно, что внутри, но пощупить хотя бы и сказать о своих ощущениях. Это первая фигурка Фанка Поп, которую я распаковываю. У меня есть ещё не распакованные, запакованные фигурки. Но вот первый раз хочу посмотреть именно материал, как на ощупь, какого веса она и качество исполнения её посмотреть. Сразу говорю, что эта фигурка не башкотряс. У неё здесь нет пружины и она не трясёт головой. Но для меня это даже хорошо, потому что, ну, как бы башкотряс – это прикольно, но цельная фигурка такая, у которой ничего не шатается, мне больше даже нравится. Фигурки эти при желании можно даже поставить как-то. Но из-за того, что у них огромная голова, в комплекте идёт очень удачно подставочка. То есть, фигурка встаёт сразу на подставку и сможет на ней находиться на вашей полке. Фигурки эти все с небольшими, маленькими недочётами. Всё-таки они массового производства, и их штампуют в таком количестве, что небольшие недочёты могут быть. Но они не столь существенны. Общий внешний вид замечательный. Такие фигурки очень хорошо подойдут для людей с чувствами юмора и будут хорошим подарком в разумной ценовой категории для людей, которые любят какого-то конкретного персонажа. Например, из вселенной DC, например, Харли Квинн нравится. То такая фигурка, если дарите большую коллекционную фигурку, дороговато, то такая милота очень даже подойдёт. Забыл сказать, что это виниловая фигурка, очень приятная на ощупь и достаточно увесистая. То есть, это здорово, что она не просто пушинка какая-то, а такая достаточно увесистая. Это придаёт ей ценности, наверное. Ну, просто прикольно, что фигурка хоть и маленькая, но весит что-то, а не просто пустышка. Давайте я вам покажу вот всю фигурку, как она выглядит. Это довольно классно. Есть небольшие подтёки какие-то и неточности в покраске. Однако детализация всё равно хороша, потому что так близко вряд ли кто-то её будет рассматривать. Это не такого формата фигурка. Опять же, стоимость и масштабы производства, к сожалению, влияют на это всё. Но общий вид хорош, и выглядит она здорово. Давайте мы её со всех сторон рассмотрим, как она выглядит. Это забавно, столько внимания уделяет такой маленькой забавной фигурке, но всё же для коллекционеров, мне кажется, это будет полезно. Ну, просто как бы для любителей серии какой-либо. Таких фигурок очень много. Обязательно их какие-нибудь пособираю. У меня есть Йода, у меня есть Танос, у меня есть, забыл кто ещё, Железный Человек, по-моему, и даже Групп, да. Ну, вы помните про распаковки посылки. А Йоду, кстати, так, в Москве купил. На этом, пожалуй, всё. Итак, вышло не так уж мало про фигурку. Сказал, распаковал, показал вам со всех сторон и своё мнение озвучил. Я рекомендую её всем, кому понравился подобный формат фигурок и кому нравятся персонажи какие-то и забавляют такой их внешний вид. А, единственное что, давайте-ка и сравним с оригинальной фигуркой Харли Куин. Это будет очень забавно, потому что они в одинаковой одежде, то есть это фигурки по игре и одинаковый образ у них. Но вот так вот выглядит пародия, как бы, знаете, крикатура Харли Куин, потому что вот, выглядит фигурка, как приближённая к реальности, как она была в игре практически так же выглядела. И здесь вот такой комичный персонаж у нас получился. Вот и всё. Теперь точно всё. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова